Ну а что прямо сейчас происходит на фронте, можем узнать у нашего корреспондента Геннадия Вивденко. К сожалению, весь день новости были очень плохие. За прошедшие сутки погибли пять украинских военных. Геннадий, приветствую. Скажи, продолжаются ли бои до сих пор и что происходит в тех поселках, которые удалось освободить нашим военным? Прошу. Геннадий, приветствую. Незамеченными не остались. Завели бой, преследовали противника, они попытались закрепиться в Травневом. Продавили классически. Закрепились сами. Все удачно. Старались интенсивный огонь не вести, потому что мирные жители. В результате боя были освобождены Гладосова и Травневы. Ни один украинский воин, по официальным данным, не пострадал. Боевики в панике отступили, бросив оружие. Жители были рады, что наконец-то в этих поселках появилась законная власть. Ну и жители освобожденных поселков, это около ста человек, по нашим подсчетам. У них даже не было медицинского обслуживания. Военные сразу начали оказывать помощь. В первую очередь передали противогриппозные средства. Все люди болеют, нет возможности выехать, попасть в больницы. И нам как бы нетрудно оказывать помощь вообще. Мы всегда. Сегодня людей много приняли. Все довольны. Завтра еще придут. Приятно с людьми работать. Люди все добрые, отзывчивые. Нарушение минских соглашений не произошло. Согласно им эти поселки, украинская зона ответственности Алексея, то есть эти населенные пункты, должны быть под контролем Киева. Вместе с тем отмечу, уже который день по позициям в этом районе, в районе Светлодарской дуги, противник продолжает вести огонь. Алексей, это пока все. Спасибо. Геннадий Вивденко продолжает работать в зоне АТО.